Утекшие секретные документы продолжают преследовать Белый дом. На этот раз скрылось подноготное участие разведсообщества США в Йеменском конфликте. Спецслужбы тщательно следили за мирными переговорами Саудовской Аравии и Ирана и по мере сил пытались им мешать. Причем публично США выражали поддержку перемирию в войне, но не публично Вашингтон давил на Эрриа, требуя продолжать противостоять Хуситам и опасаясь роста влияния Ирана. Однако в итоге США добились скорее обратного эффекта. Усиление уже Китая на Ближнем Востоке, который и сыграл ключевую роль в нормализации отношений Эриада и Тегерана. Еще стало известно о слежке спецслужб за генсеком ООН Антонио Гутерришем. В Вашингтоне были недовольны, что он не всегда поддерживает политику США по Украине. Сам Гутерриш критиковал Зеленского, обвиняя в том, что тот отставил его во время визита в Киев и совместил их встречу с выдачей медали украинским солдатам, сделав так, чтобы их награждал генсек ООН. Это, как и слежка за союзниками США, вызовет еще один дипломатический скандал. Первым же на утечку данной отреагировали правые республиканцы в Конгрессе. Они выставили на голосование закон, требующий отчетности от Пентагона о нахождении солдат США в Украине. Вопрос об отправке регулярных войск в Украину остается крайне непопулярным США. Однако после утечки документов Пентагону пришлось признать, что как минимум 30 американских солдат находятся в Украине. Теперь в Конгрессе требуют объяснений, на каком основании туда были отправлены военнослужащие. Эти разоблачения рискуют еще сильнее склонить общественное мнение США не в пользу демократической повестки. На фоне бесконечного вранья демократов и вводящего в заблуждение политики Байдена.